С вами Ольга Пырочкина и у меня 10 минут на то, чтобы рассказать вам о деятельности депутатов Государственного Совета Чувашии. В эфире программа «Законодатели». В Синьярском детском саду больше 30 лет не меняли окна, а жители села Акулево каждую неделю своими силами вынуждены ремонтировать водонапорную башню. Такие проблемы озвучили жители Чебоксарского района, председателю Государственного Совета Чувашии Альбини Егоровой во время приема граждан по личным вопросам. Село Синьялы Чебоксарского района. Детский сад Пепке. В переводе на русский – «малыш». Его построили около 30 лет назад. За это время ни разу не меняли окна. Воспитатели рассказывают, каждый раз, когда открывают форточку на проветривание, боятся, что обратно закрыть уже не смогут. Ну а родители каждую осень до сих пор вынуждены заклеивать щели. Об этом рассказала Светлана Сметанина. Рама деревянная, может, продувает, очень холодно даже. Во многих детских садах замена уже произошла, а у нас до сих пор нет. В бюджете на следующий год по указу главы о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения на образование предусмотрено около 1 миллиарда 200 миллионов рублей. На образование сегодня выделяются очень большие средства, в том числе на ремонт 40 детских дошкольных учреждений. Я надеюсь, что район, получив эти суммы, именно по линии образования, включит детский сад Пепке именно на замену окон. О распределении денег в районе уже подумали. Капитальный ремонт садика Пепке запланирован на 2020 год. Замена окон в перечень работ тоже входит. Сметь его видим полностью уже в проектной документации по капремонту. Сколько там окон мы сможем освоить на это и выделить деньги? 100% или не 100%. В селе Акулево часто возникают перебои с водой. Дело в водонапорной башне. Пожаловалась деревенская староста. У нас очень худая башня. Там обслуживают две деревни. Ремонтируем. Там варим, там варим. Все ко мне звонят. По всем вопросам воды нет. Ко мне звонит народ. Реконструкция водонапорных башень, а их в республике 1400, тоже предусмотрена в рамках указа. Именно на ремонт водонапорных башен выделяется для сельских населенных пунктов 200 миллионов рублей в республике. Сегодня сельское поселение должен через администрацию района заявиться на ремонт этой башни. Сметную стоимость должен делать и успеть, чтобы попасть в эту программу. Еще один вопрос. Возможность оплаты услуг по вызову мусора в районе без комиссии. На выездном заседании госсовета этой осенью региональный оператор пообещал открыть в Кугесях представительство. Почему этого до сих пор не сделано, выясним, сказала Альбина Егорова. В центре Чебоксару залива сейчас идет строительство очистных сооружений для ливневой канализации. Чтобы талая и дождевая вода вместе со всеми примесями с наших дорог в неочищенном состоянии не попадала прямиком в Волгу. Ну а в Чандрово строят водопровод, чтобы жители могли пить чистую воду. Как и реализуют региональные проекты, которые входят в состав национального проекта «Экология», депутаты Государственного совета Чувашии обсудили с руководителем Российского экологического общества. Экология – это, наверное, основа всех и вся. Это наша жизнь, это воздух, это вода, это земля, это природа, это окружающий мир. «Экология» – так называется один из 12 национальных проектов. У нее включены 11 подразделов федеральных проектов. На уровне субъектов страны они представлены проектами региональными. В 2019 году в Чувашии таковых реализовывалось три – оздоровление Волги, сохранение лесов и чистая вода. Чистая вода. Цель проекта – это у нас обеспечение качественной питьевой водой на централизованное водоснабжение. Поэтому в этом году у нас идет два объекта. Они у нас оба переходящие на 2020 год. Надо отметить, что один у нас идет по городу Чебоксара, другой по селу Порецкому. Речь про водопровод в чебоксарский поселок Чандрово. Его должны сдать следующим летом. Сейчас поселок питают скважины, однако в связи со строительным бумом в той местности их мощностей уже не хватает. В Порецком другая проблема – повышенное содержание железа в местной воде. Для того, чтобы снизить его содержание, там уже построили станцию обезжелезивания. Теперь полностью меняют старые ржавые трубы водопровода. Что касается проекта «Оздоровление Волги», сейчас в центре Чебоксару залива монтируют очистные сооружения для ливневых стоков. Без них все, что стекается с городских дорог, попадает сразу в реку. В следующем году такие очистные начнут строить в северо-западном районе столицы. Одна из ключевых целей национального проекта «Экология» – эффективное обращение с отходами. Еще осенью прошлого года наша республика одной из первых перешла на новую систему. Сейчас тарифы для населения готовятся к корректировке. В меньшую сторону изменится норма накопления мусора на одного человека в год. А, соответственно, и итоговая плата за услугу. Для этого в течение всего года шли замеры. Поручение главы Чувашской республики было и по уточнению нормативных накоплений твердых коммунальных отходов, и по установлению тарифа. Она работала уже максимально проделана. Фактически замеры по периодам в течение года они произведены. Сегодня в Министерском строительстве жилищно-коммунального хозяйства готовятся к утвердению этих нормативов именно и для городского населения, и для жителей, которые проживают в индивидуальных жилых домах. С 1 января следующего года, 2020 года, будут снижены на 7,3% примерно, я настолько помню, с учетом всех вот этих изменений. В перспективе по максимуму сократить количество отходов, которые необходимо захораниваться на полигоне. Для этого нужно развивать переработку мусора во вторсырье. Первые шаги сделаны. В нескольких районах Чебоксара и Новочебоксарска пока в экспериментальном порядке вели раздельный сбор мусора. Следующий шаг – переход на переработку отходов предприятий республики. Они войдут в так называемый экотехнопарк. Нацпроект «Экология» – это серьезный вызов для всей страны, отметил руководитель российского экологического общества Рашид Исмаилов. Регионам предстоит решить много задач. Роль специалистов российского экологического общества – не столько контролировать, сколько поставить свое экспертное плечо. Мы договорились о том, что мы будем обеспечивать и оказывать содействие в повышении экспертности реализации всех федеральных проектов, которые входят в состав нацпроекта «Экология». В целом, оценивая ход реализации нацпроекта «Экология» в Чувашской республике, можно поставить смело удовлетворительную оценку. Нацпроект «Экология», как и другие, рассчитан до 2024 года. Как называлось знаменитое сражение Крымской войны, в котором участвовал адмирал Нахимов. Этот и другие факты нашей истории вспоминали участники всероссийского теста по истории Отечества. В ходе этой войны боевые действия ввелись в Крыму, на Капказе, в ряде государств на Дунае, на Черном, Балтийском, Баренцевом, Белых морях, на Курильских островах, Камчатке. Крупнейшим событием войны стала 11-месячная оборона крупной военно-морской базы на Черном море. Мы выбрали вариант «Крымская война». Тест по истории Отечества. Акция ежегодная. 40 вопросов и 40 минут, чтобы на них ответить. Организатор – молодежный парламент Госдумы страны, главная площадка в республике – Чувашский госуниверситет имени Ульянова. Самая главная цель этого проекта – это чтобы люди прорешали задания теста, у них возник вопрос, найти вопросы, где они неправильно ответили, пришли домой и изучили это, чтобы люди знали историю своей родной страны. Эту цель организаторы достигли. Несмотря на уверение, что вопросы исключительно из школьной программы, некоторые поставили в тупик даже студентов исторического факультета и их преподавателей. Русско-драматическая актриса Императорского малого театра. Первая народная актриса Советской Республики. Ее имя носит один из современных российских театров. Назовите имя актрисы. История складывается не только из политических событий, но и событий культурной жизни. Хотя, по большому счету, вы, наверное, правы, речь идет больше об искусловедении. Поэтому, ну, тут это право было тех людей, которые вставляли тесты. Вот. И, конечно, вопрос достаточно узкий. Я с вами тут полностью согласен. Вы знаете, конечно, ответ. Не скажу. Благодаря интернету узнаем ответ речь про Марию Ермолову. Вместе со студентами и преподавателями тест написали депутаты Госсовета Чувашии. Как сказал Сергей Павлов, такой тест нужно сделать обязательно перед баллотированием на новый срок. Это будет только повод еще раз поднять литературу, посмотреть, вспомнить, может быть, узнать не доселе мной неизведанной страницы нашей истории. А вот у вас что за листы? Это случайно не ответы? Вы не хитрите? Нет. Это просто положение о проведении тестирования. Самое главное, наверное, чтобы молодые люди знали историю, узнали, через что прошли наши деды, прадеды, предыдущие поколения, как она досталась нам, Россия. Результаты участникам сообщили. Спустя полчаса все они получили сертификаты. Это была программа «Законодатели». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин